Здравствуйте! Здравствуйте! Мы находимся в хранилище отдела металла Государственного исторического музея. И предметом нашего сегодняшнего разговора станет пресс-папье. Предмет совершенно, казалось бы, обыденный. Я бы даже сказала канцелярский. Но что это такое пресс-папье? Это тяжелый предмет, который ставится на бумаге. И его придумали для того, чтобы предохранять бумаги от возможных сквозняков. Часто проветривали, открывали окна. Не дай бог важная бумага улетит с стола. Но если пресс-папье придать какую-то определенную форму, если над ним работает талантливый художник, то пресс-папье превращается в самое настоящее произведение искусства. Оно во многом разбивает вот эту монотонность бумаг на вашем письменном столе. И более того, за очень многими пресс-папье стоят очень интересные истории. И вот одну из таких историй мы с вами сегодня постараемся увидеть, услышать и рассмотреть. Здесь передо мной такие совершенно очаровательные пары женских ног. Мы сразу поневоле вспоминаем слова Пушкина. «Диана Грудь», «Латоны Флоры», «Прелестны мне мои друзья». Но, однако, «Ножка Торпсихоры» «Прелестней все же для меня». «Ножка Торпсихоры». Действительно, вот эта очень элегантная, очень красивая ножка, она вызывает такие вот ассоциации о том, что это ножка балерины, одетая в балетную туфельку. Часто, когда смотрят, они немножечко разные, вы видите, они разного цвета. И когда смотрят, например, вот на первую, назовем ее ногу, это у нас с вами правая нога, очень часто говорят, вот она, наверное, это бронза, вот не случайно тут у меня лежит магнит. Магнит – это один из важнейших предметов, которыми пользуются хранители, которые работают с металлами. Потому что магнит нам позволит определить, из какого материала сделан этот предмет. Мы с вами прикладываем магнит, вы видите, он у нас с вами приставлен. Значит, что? Это у нас сплав, металлический сплав на основе железа, потому что железо магнитится. Это у нас совершенно замечательный чугун. Чугун – это изумительный материал для литья, он очень подвижный, из него можно, он может принимать самую любую форму. В данном случае у нас форма изящной женской ноги. Вот этот красивый цвет, который вы видите, это бронзирование. То есть темный чугун покрывается специальным покрытием, и у нас вот появляется такое вот покрытие на чугуне, желтенький такой, золотистый, да, и напоминает благородную бронзу, но это чугун. И, вы знаете, вот действительно этот предмет, вот мы с вами уже определили, что он сделан из чугуна, по стилистике, по всему, по характеру изготовления, совершенно очевидно, что он сделан в 40-х годах 19 века. Никакого специального клейма нету, но, опять-таки, по характеру изготовления, скорее всего, отлитое это пресс-папье было в Западной Европе вот в 40-е годы. Итак, 40-е годы. Напоминание о том, такое вот не напоминание, а впечатление о том, что эта изящная ножка каким-то образом связана с балетом, и мы, конечно, вспоминаем о замечательной Марии Тальоне, балерине, которая реформировала весь балет. Она произвела настоящую революцию в балете. Она впервые встала на пуанты, сделав танец легким, подвижным и воздушным. Вот это пресс-папье, его так иногда и называют, ножка Тальоне. Размер этого пресс-папье или этой ножки 22 см, что соответствует современному 34-му размеру. 34,5 – это современный российский размер. Была ли такая нога у Тальоне? Вы знаете, очень вряд ли. Тальоне, она родилась в 1804 году, я просто напомню немножечко. Родилась в Стокгольме в семье Филиппа Тальоне, премьера королевского шведского театра. Отец решил сделать из нее балерину, хотя она была необычайно некрасивой. Он ее отправил в Париж учиться в балетную школу, где маленькую Марию называли горбунья, потому что действительно у нее была деформирована спина, у нее были очень некрасивые ноги, вот такая грозная фигура, и никто не предполагал, что же будет дальше. Отец забирает девочку из этой школы парижской и начинает учить ее сам. И вот глубочайшее трудолюбие, упорство и желание блистать на сцене они победили. И впервые Тальоне предстает перед публикой в Вене в 1822 году. И по отзывам она так волновалась, что она перепутала первые па в балете. И она начала импровизировать. То есть она стала придумывать свой собственный танец под музыку. Великолепно. Ее принимают аншлаг, великолепные отзывы. И, наконец, немного позднее, в 1827 году, она выступает на сцене Парижской оперы. Публика в восторге от ее вот этого блистательного выступления. Впервые на сцену прилетает букет. Никогда не было принято вот так кидать букеты цветов на сцену выступающим артистам. Но Тальоне была настолько блистательна, что вот с нее все и началось. Но самый триумф, самый успех – это 1832 год на сцене Парижской оперы балет Сильфида, где впервые Тальоне встала на пуанты. Вот с этого начинается новая эра балета. Собственно, если до этого танец был немножко грубоватым, он был замедленным, танцевали в туфельках с каблуком эпохи Людовика XVI, то впервые вот эта ножка Тальоне у нас становится на пуанты. Специально для этого спектакля была сделана пачка. Вот эта изумительная юбка Тальоне, да, вот эта сверкающая, это легкая, это воздушная. Эжен Лами, талантливейший художник по костюмам, создает вот эту пачку, два крылышка и воздушный полет. Этого никто никогда не делал до Тальоне. Это был триумф. Что творилось в опере, что творилось на всех выступлениях. Вы знаете, наверное, даже вот выступления современных каких-то артистов, они не вызывали такого восторга общества, как выступления Тальоне. Тургенев, молодой, находится в Париже, пишут Жуковскому, какое счастье. Я видел ножки мадемуазель Тальоне. Один из зрителей, он пришел в такой восторг, что он выдрал цветы из шляпки дамы, которая сидела перед ним, и бросил на сцену Тальоне. Виктор Гюгон приходит за кулисы, становится на колени и говорит, «Ваши ножки, ваши крылья». Впервые Тальоне приедет в Россию в 1837 году. Самый известный анекдот. Когда Тальоне пересекает границу с Россией, таможенник у нее спрашивает, «Мадам, а где же ваши драгоценности?» Тальоне приподнимает юбку пышного платья, показывает ноги и говорит, «Вот мои драгоценности». Она четырежды приезжала в Россию, начинаются блистательные выступления в Петербурге, публика в восторге. Известно, что после одного из выступлений на сцене Большого театра в Петербурге студенты выкупили балетные туфельки и, полив их соусом, съели. Вот, видимо, с этого времени такая идет, да, вот когда мы жесткую еду, вот жесткий, как подошва. Это вот, видимо, с этого времени идет вот это, ну, такое высказывание. Везде продаются портреты Тальоне, выходит ее биография, которую тоже могли приобрести любители балерины. А петербургский художник-любитель Лев Киль делает рисунок. Ножка балерины Тальоне, только ножка, она парит среди облаков, вот подобно тому, как в балете Сильфида порхала сама балерина. А этот рисунок, он получил широчайшую популярность благодаря тому, что очень талантливый гравер Райт была сделана гравюра, которая расходилась довольно значительными экземплярами. И вот один из экземпляров был у Петра Андреевича Вяземского, друга Пушкина, поэта, писателя, обожателя Тальоне. И вот своей рукой Вяземский на одном из экземпляров оставил стихотворение, которое заканчивалось словами «Скажите, для чего крыло в башмак обут?» Вот крыло, то есть вот это крыло, это прекрасный идеал, это прекрасное, ведь в этом полете на сцене создавалось впечатление, что она теряет человеческую оболочку, она превращается вот в этот абсолютно бестелесный романтический дух, который был чрезвычайно притягателен. Что еще интересно? Вот эта преспапье, вот эта ножка, она у нас пришла к нам в музей, поступила к нам в музей в 1934 году, и поступила она из Остафьева, из имения Петра Андреевича Вяземского. Так что очень даже может быть, что вот каким-то образом вот это поэтические строки, которые он написал на гравюре Райта, и вот это преспапье, они каким-то образом связаны. Теперь давайте подумаем. Вот я даже где-то встречала, что вот это преспапье, оно было выполнено по модели, которая была снята с ноги самой Тальоне. Балет – это очень-то тяжелый труд, это труд изнурительный. Ноги балерины – это ноги труженика, они очень далеки от формы ножек изысканных дам. Так что, конечно, перед нами романтический образ. Да, вот мы можем представлять, что такой была ножка Тальоне, но реальность совершенно другой. И вы знаете, доказательством этого является вот еще одна ножка, у нас еще целых две. Вот эта ножка поступила к нам в музей немножечко позднее, немножко раньше, извините, в 905 году в составе коллекции Петра Ивановича Щукина. Они очень похожи. Вот та же розетка, немножечко другой чулок. Этот чулок такой с ярко выраженным ажуром. Вот мы можем себе представить. Причем одна ножка правая, одна ножка левая. То есть у нас как бы пара получается. То же самое. Это вот такой идеал, это изысканный образ, которым любовались, который ставили. И, разумеется, если еще вот с этим предметом были связаны какие-то замечательные воспоминания, которые могли быть у Петра Андреевича Вяземского, который мог смотреть на такое пресс-папье, то тем замечательнее становятся те истории, которые иногда бывают у таких предметов. Как и говоря? Нет. Мы не можем поднять О,